В Веноме 2 было много мелких фраз, которые некоторые уже растащили на цитаты, и в них было немного скрытого смысла. Само собой, далеко не все его уловили. Вот самые крупные, интересные фразы из Венома 2. Эту реплику произносит Фрэнсис Баррисон, она же Виск, во флэшбеке 1996 года, с которого начинается фильм. Она сообщает своему безумному парню в Школе для трудных подростков Святого Эстаса, что её переводят в Институт Рэйвенкрофт для безумных преступников. Само собой, этот парень – Клетус Кэссиди, и этой фразой она говорит, что, вероятно, проведет остаток своих дней там, где над ней будут ставить эксперименты и пытаться реабилитировать. Основной сюжет начинается спустя десятилетия, и мы видим, что Виск живет в стеклянной тюремной камере в стиле Ганнибала Лектора и Магнито. Чтобы приблизиться к ней, санитары должны носить специальные средства защиты органов слуха, и даже в этом случае они всё равно её дико боятся. В комиксах в Рэйвенкрофте Виск была окружена другими подобными ей людьми, включая Клетуса, вместе с которым она избегает. Однако в фильме эта фраза произносится в начале 40 лет болезненного одиночества, так что неудивительно, почему Клетус хочет вытащить её первым делом, а подпитываемая местью Виск с удовольствием сбегает. На протяжении большей части первого Венома мы видели, как Эдди Брок борется с симбиотом за контроль над телом. И в один из решающих моментов сиквела аудитория видит, насколько эффективными они могут быть, работая вместе. Посетив Клетуса Кэссиди за решеткой, Эдди начинает думать, что в этих бессмысленных каракулях на стене его камеры могут быть зацепки. Именно тогда Веном раскрывает новую силу, он говорит Эдди взять карандаши в каждую руку и передать ему контроль. Через несколько секунд Эдди видит точную копию рисунков, а Веном своими большими пальцами ищет в интернете место, которое было изображено на стене. Таким образом, он обнаруживает местонахождение других тел, которые Клетус скрывал от полиции. Как и весь фильм, сцена в основном комедийная, но суть в том, что когда Эдди и Веном сотрудничают, из них получается убойная команда. Неудивительно, что многострадальная бывшая Эдди, Эн не хочет иметь с ним ничего общего. В конце концов, она красивая и успешная женщина, а он до сих пор в каждой сцене куда-то бегает и попадает в неприятности. Но одной забавной репликой Мишель Уильямс напоминает зрителям, что её персонаж имеет большее значение, чем среднестатистическая возлюбленная героя из комиксов. Она тоже сливалась с Веномом, и даже получила свою долю приключений, спасая Эдди. Плюс, как бы она не пыталась игнорировать свои чувства к бывшему, они никуда не делись. Сначала Эн вроде бы верит Эдди, когда он настаивает, что Венома больше с ним нет, но она знает бывшего очень хорошо, поэтому вскоре начинает говорить с Веномом, а не с Эдди. Показывая обручальное кольцо, Эн объясняет, что выходит замуж за доктора Дэна, и комментарии Венома в этот момент просто бесценны. В некотором смысле Веном – лучший второй пилот. Он всегда готов поддержать Эдди, потому что они настоящие друзья. Или, может быть, даже больше, чем друзья. Не совсем та тема, про которую думаешь в контексте Венома, но, судя по всему, он гей. На сцене на вечеринке, от которой веет дух МЛГБТ, Веном отвергает ухаживание женщины, а затем появляется на сцене и говорит об Эдди как о своем бывшем. Да и вообще, он отлично проявил себя в качестве мотивационного оратора в тот момент. Но учитывая, что Веном не имеет гендерной принадлежности по своей природе и размножается неполовым способом, этот вопрос вообще имеет значение. В любом случае, хорошо, что Веном стал чувствовать себя лучше после того, как проговорил свою размолвку. В скандале между Эдди и Веномом эта фраза стала последней каплей. Во время ссоры Веном и Эдди дерутся, ломают вещи и говорят то, о чем сразу же сожалеют. Но именно эта фраза, которую Эдди бросает Веному, преуменьшая его способность существовать независимо от него, доводит Венома до крайности. – Ты делаешь какие-то серьезные женщины-консультации? Через несколько секунд Веном собирает манатки и в одиночестве отправляется, куда глаза глядят. Сможет ли он действительно вести обособленную от Эдди жизнь? Сможет ли он стать ответственным землянином и работать с 8 до 5? Понятно, что нет, но это еще раз доказывает, что Эдди был прав – без него Веном никто. Когда Веном и Эдди приходят на интервью к Флетусу в государственной тюрьме Сан-Квентин, пришелец думает только о том, что для него это настоящий шведский стол. В представлении симбиота все люди, сидящие в тюрьме, худшие из худших, и никто не будет по ним скучать, если Веном сожрет парочку голов. К тому же он уже давно не ел вкусную человечину, обходясь лишь курицей и шоколадом, которые уже порядком надоели. Само собой, Эдди не согласен, и сразу же вспоминается табличка «Нельзя есть людей», висящая на стене их квартиры. Симбиот убийцы теперь на диете из шоколада и куриц. И как бы ему не хотелось съесть миссис Чен или кого-нибудь из Сан-Квентина, он все же пытается следовать правилам Эдди. – Я уже вкусил кровь, и это не все. Именно такой была реакция Клетуса Кэссиди на вкус крови Эдди Брока. Не факт, что Клетус подозревал про сверхъестественные способности Эдди, сам по себе укус кажется отчаянной попыткой ответить ему за побои. Но Клетус получает нечто большее, ведь кровь Эдди содержит ещё и крошечную частичку Венома. Таким образом, создаётся порождение симбиота, которое захватывает тело серийного убийцы, спасая его от смертельной инъекции. Фраза про кровь не только намекает на то, что Клетус разбирается во вкусе человеческой крови не хуже дегустатора вин, но и тот факт, что её говорит Вуди Харральдсон, тоже имеет немалое значение. Актёр смешивает свой непринужденный стиль, который раскрыл в сериале Cheers, и озорной огонёк в глазах, знакомый зрителям по фильму Белые люди не умеют прыгать, с более мрачной, смертоносной стороной своего персонажа из прирождённых убийц. Роль Клетуса Кэссиди объединяет его прошлых персонажей таким образом, что можно начать подобные фразы печатать на футболках с портретом любимого актёра. «Как только я убью того, кто сделал меня таким, я стану несокрушимым» Эта фраза, произнесённая Карнажем, подытоживает мотивацию существа. Карнаж хочет, чтобы Веном был приглашен на так называемую Красную свадьбу между Клетусом и Виск, потому что Красный симбиот прекрасно понимает, что единственное существо, которое может приблизиться к нему по силе – это Веном. А тот понимает, что Карнаж может убить его, потому что, когда он впервые видит своего отпрыска, в страхе отступает обратно в Эдди. Но в конечном итоге Веном понимает, что они с Эдди единственные, кто может остановить монстра, устроив неизбежную финальную схватку между отцом и сыном. После того, как Клетус проникает в Ревенкрофт и вновь представляется женщине, которой поклялся в любви, Виск, естественно, реагирует радостно. В этой сцене Клетус сначала вроде бы извиняется. Он существенно изменился, и ему нужно рассказать женщине, которую он любит, про своего нового друга-пришельца. Попросив её не беспокоиться, Клетус говорит, «Я хочу, чтобы ты познакомилась с Карнажем» и говорит он это голосом гордого южного парня, который принес домой щенка. Но вместо переживаний по поводу максимально безумного дополнения к анатомии Клетуса, Виск просто отвечает фразой «очень сексуально». В мгновение ока они вдвоем отправляются в смертельное буйство, как два влюбленных безумных подростка, но посыл заключается в том, что она принимает Клетуса таким, какой он есть. Сила Виск заключается в способности проводить пронзительные, давящие на мозг звуковые атаки. А для чувствительного только к огню и звукам симбиота нет ничего хуже. Как только это заходит слишком далеко, Клетус должен сделать выбор – Карнаж или Виск. И пускай он не отменяет Красную Свадьбу, если присмотреться, то можно заметить, как Клетус постепенно отстраняется от Виск, полностью растворяясь в Карнаже. Крича на Виск и говоря ей не убивать своего нового друга, Клетус приносит в жертву единственного человека в мире, который любил его за то, кем он был. Но к тому времени, когда она умирает, Клетуса это уже почти не волнует. Как же тяжело было видеть бедную, потрясающую Кирстен Данст в фильмах Сэма Рэйми про Человека-паука, которую использовали как инструмент развития сюжета. Злодей связывает её, затыкает рот кляпом и подвешивает на высоте. Но это было больше десяти лет назад, мир изменился, да и оскароносная актриса Мишель Уильямс вряд ли бы подписалась на такое, так ведь? Нет, не так. Немного разочаровывает, что персонаж Уильямс, Энн, в третьем акте была беспомощной. Виск здоровается с ней и говорит, что она только что вывела её парня из строя, и это становится поворотным моментом, когда Энн превращается из сложного, уверенного в себе персонажа, дважды наделенного силой Венома, в очередную девушку в беде, которую герой должен спасти. В комиксах Карнаж постоянно называет Венома своим папой. Это немного странно, но, да, так и есть. Фильм Веном 2 отдаёт этому дань уважения и напоминает аудитории о ставках, добавив эту фразу в сцену финального противостояния Венома и Карнажа. Он несколько раз называет Венома отцом во время этой сцены. Причём порой даже кажется, что они откинут в стороны свои разногласия и уладят конфликт, побросав мяч друг к другу. – Папа? – Ты хочешь собрать? – О, да! К сожалению, каждое следующее поколение симбиотов значительно мощнее предыдущего. Каким бы впечатляющим ни был Веном в первом фильме, его дикое маленькое отродье – новейший iPhone по сравнению с iPod Shuffle. Другими словами, то, что Карнаж называет Венома отцом, говорит не только об их кровной связи. Это также является тонким напоминанием Веному о том, что пришло его время, новое поколение готово заменить старое. Эту фразу произносит Клетус Кэссиди в заключительных моментах фильма, добавляя глубины и сложности своему персонажу. Оказывается, Клетус просто хотел быть другом Эдди. Но Эдди хотел интервью, а не собутыльника, поэтому он изо всех сил старался держать Кэссиди на расстоянии вытянутой руки. Да, Эдди срывается на Клетуса в тюрьме из-за его слов, но тот на самом деле сравнивал их жестокие истории и количество убитых не для того, чтобы разозлить журналиста, а для того, чтобы найти точки соприкосновения. Насколько мы можем судить, когда он решил дать репортеру интервью, это было сделано для того, чтобы между ними установилась связь для написания биографии, наподобие отношения Трумэна Капоттые и убийцы Перри Смитта. У него не было цели уничтожить Эдди и Венома. Фанаты фильма, скорее всего, не получат ответы на эти вопросы. Потому что, отвечая на эту реплику и обращение Клетуса с Эдди, Веном отгрызает ему голову, сопровождая это дело словами «Шёл бы он, н***й». Так что же будет дальше? Что ж, сцена после титров дает нам некоторое представление о связи Венома с киновселенной Марвел и Человеком-пауком, а другие подсказки могут даже иметь отношение к предстоящему третьему фильму во вселенной Человека-паука от Sony – Морбиус. Но фраза Венома «Вместе мы смертельный защитник» довольно много говорит о том, как обстоят дела. В конце фильма Эдди и Веном наконец-то сошлись во мнениях и вместе обсуждают свой потенциал в качестве борцов с преступностью. Это явный намек на серию комиксов Веном – смертельный защитник. Эта сюжетная ветка развивалась в 1993 году и значительно углубила понимание Венома как персонажа и антигероя. Наконец, обретя мир, они обсуждают, куда двинуться дальше. И когда Веном задается вопросом, стоит ли им надеть плащ и маску, Эдди отвечает – нет, я думаю, нам это не нужно. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!